Женский футбольный клуб Иванова провел свой последний домашний матч в этом сезоне. На своем поле девушки принимали московское торпедо. Уже с первых минут ивановские невесты стали активно атаковать соперника. Звездой этого матча стала нападающая Камила Фаражаллах. В ходе игры она забила 4 гола. Страсть к футболу у Камилы появилась раньше, чем девушка начала ходить. Когда она родилась с самого раннего детства, первое, что она среагировала, это на игру в футбол по телевизору. И с самого раннего детства она начала играть. То есть во дворе, с мальчишками, с девчонками. Не знаю от кого, почему. Но вот такая она уже родилась с самого раннего детства. Стала играть. Правильный настрой и усиленная подготовка – вот что помогает одержать верхним соперником, считает тренер ивановских футболисток Александр Чанов. К матчу с московским «Торпедой» девчонки готовились особенно тщательно. Результат игры поражающий. 8-1 в пользу ивановских девчонок. Мы готовились. Хотели последнюю игру доказать. Вот сегодня болельщик много пришло. Поэтому хотели последнюю игру доказать, что мы действительно что-то стоим. Что на нас надо обращать внимание, что мы играем, девчонки играют и пусть играют. Надо только им создать какие-то определенные условия. Те, которые у нас есть, их мало этих условий. Можно обращать внимание на женских футбол. И тем более, сейчас вторая команда подрастает. И третью будем еще набирать малышей. Стоит отметить, московские соперницы играли в этот день в меньшинстве. 8 вместо 11. Сложно предположить, каким бы был исход матча, если бы команда «Торпеда» вышла на поле в полном составе. Однако, как известно, победителей не судят. И ивановские девчонки подарили настоящий праздник своим болельщикам. Девчонки на самом деле очень достойно выступают. У них чувствуется командный дух и вообще прослеживается рисунок игры. Впереди у ивановских невест две выездные игры в Москве. Третья в Калининграде пока под вопросом. Каждый шаг команды упирается в деньги. В ноябре женскому футболу Иванове исполнится 10 лет. И спортсменки надеются, что в юбилейный год все изменится к лучшему. Любовь Почерникова, Андрей Семелков, РТВ Иваново.